Бухарская Слобода Цыганские таборы Табор ушел, а праздник остался. Жители Зарики всегда на позитиве. Пенсионеры здесь не жалуются на молодежь и здоровье, а каждое утро берут палки в руки и занимаются скандинавской ходьбой. Я считаю, наша площадка одна из наиболее активных. Мы же ведь активность проявляем не только, выйдя вот сюда, на разминочную нашу площадку, но, кроме того, еще и выступая на различных соревнованиях. У кого сахар большой, допустим, у кого сахар 9-11, походит, сразу сахар падает до 4,5. Люди очень довольны. И вообще здоровью это помогает очень даже хорошо. А еще в Заречном микрорайоне с понедельника по четверг школьники играют в дворовый футбол, чему родители очень рады. Самое главное, что не шатаются, почему-то дети заняты. У нас в Заречном микрорайоне считался как паркоманский, но сейчас это вообще нет, потому что дети все заняты. А как же все будут рады, когда через год-два здесь откроют аквапарк, самый большой в Уральском округе. Кстати, когда Зарику затопило, это весной местные шутили, что уже живут как в аквапарке. Но топит район редко. Последний раз в 1979 году. Тогда весь коллектив химфармзавода в прямом смысле отбивался от воды. Мы воевали, мешки затаривали песком, дежурили, круглосуточное дежурство. Вот в 1979 году в цехах даже вода была. Завод устоял и работает по сей день, а вокруг появляются новые дома, дороги и люди. Сегодня в первом, втором и третьем Заречном и старой Зарике живет 33 тысячи счастливых человек. Я очень свой район люблю. Он чистый, он бесхулигантный. Чистый, чище, дороги нам сделали, к домам прям Зарикой подвели. Дети у нас тут живут уже и внуки, поэтому мы тут жить будем всегда. И я считаю, что свою Тюменскую область надо любить. Уважаемые зрители, изучайте Зарику вместе с нами. Тем более, что самые шустрые исследователи получат приз-кружку с логотипом «Тюменское время». Мы спрячем ее под опором, оставлю бленок со стороны Зарики. А находиться она будет вот в этих кустах. Карина Закирьянова, Александр Вележанин, Алексей Красных. «Тюменское время». Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова